И у каждого человека в конфликте есть своя задача. Вот конфликт какой-то начинается, самое первое – это не разжигать конфликт. Это первая задача. Всегда и везде. Не разжигать конфликты. Потому что разжигание конфликта никогда не приводит к максимальному успеху. Самое лучшее – это когда всё уменьшается и заканчивается. Это самое лучшее. Есть разные варианты разрешения конфликта. Бывают безысходные ситуации. Это называется хирургическая ситуация, когда приходится вырезать опухоль. Такое тоже бывает, с этим ничего не сделаешь. Но лучше всего стараться не допустить, чтобы опухоль возникла. И правило такое. Вот конфликт возник. Если ты считаешь, что человек, твой близкий человек или твоя работа там, кто-то, какая-то личность является причиной конфликта, то ты находишься в иллюзии. Потому что причина конфликта между вами – это действие времени. Пришло время, и люди вступают в конфликт. Потому что у человека есть судьба. Если он что-то набедокурил там в прошлое, то в этой жизни он будет получать за это реакции. И вот это и становится причиной конфликта. И как я могу это доказать, что я так считаю? А по людям видно, когда у них тяжелая судьба действует. По ним видно. Пришло время, и прямо у человека четко это действует. А почему видно? Потому что вот так действует время. Можно прогнозировать, говорить, у тебя через два месяца, у тебя сейчас, у тебя было там пять лет назад. Это почему можно, как это видеть? По времени, по действию времени можно это видеть. Но значит, когда приходит время, человек неминуемо попадает в конфликт. Как говорится, можно привязаться и к столбу. Там, что здесь встал, когда приходит время. То есть судьба найдет способ сделать так, чтобы тебе было плохо, чтобы начался конфликт. И поэтому очень важно, когда приходит конфликт, он всегда учит человека, повышает его уровень развития на какую-то ступень. И поэтому нужно сначала психике в своей оторваться от этого желания всех наказать и всех научить. Это очень-очень важный момент. И это сложно. И в целом, если говорить о конфликтах, конечно, здесь более сложно все, чем я вот так просто объясняю. Потому что иногда приходится наказывать. Особенно следует знать, что вот Моисей не зря принес вот эти заповеди. Там Бог вырезал на камне. Я почему про Моисея вспомню, потому что мы в еврейском доме сидим. Вот. Бог вырезал на камне заповеди и дал ему. И он людям принес. Какие заповеди? Эти заповеди указывают на то, что в этих случаях уже ты не можешь договариваться. Ты не можешь не наказывать. Ты не можешь прощать. Допустим, когда изменяет человек. У него меняется мировоззрение, восприятие мира. Он уже не тот, как раньше. Ты с ним не можешь сказать, ну давай опять вместе будем жить. У него психика другая. Он уже не будет тебе относиться как к верной родной жене. Ну как верной к родной жене. То есть он будет тебе уже по-другому относиться. И ты должен с ним строить другие отношения. Или на расстоянии, или ждать, когда человек раскается. Опять можно, в принципе, раскаяние всегда человека может вернуть назад. Человек может пройти свой путь. И когда он переходит через эту красную черту, а это нарушение заповеди, это и есть красная черта, которая включает человека в такую судьбу, где он не способен своими силами избавиться от деградации. Только раскаяние дает возможность от нее избавиться, иначе человек начинает под откос постепенно идти или быстро, в зависимости от его силы внутренней. Он изменил, думает, я ничего не скажу жене, изменять больше не буду, все нормально, живем дальше. Ничего подобного, ничего уже не нормально. У тебя другое мышление, ты ищешь других женщин, продолжаешь. У тебя уже другое восприятие мира, тебе кажется, что все позволено и так далее. Много-много чего с тобой уже произошло. Ты не такой, как раньше. И поэтому ты не можешь уже, как раньше, жить со своей женой. Во-первых, ты ее уже не любишь так, как раньше, потому что у тебя нет с ней связи. Измена разрушает отношения, чистоту отношений разрушает, уже нет любви. И жена не чувствует любви тоже, хоть она и не знает, допустим, что ты изменил. Таким образом, здесь наказание уже неизбежно. Или раскаивается, человек сам себя наказывает, или жена должна на дистанции быть, перестать с ним интимные отношения, строить, ставить условия, если она узнала об измене. А если она этого не делает, то она и думает, что таким образом она сохранит семью, то это глупо, потому что это и есть такое действие, когда ты змею кормишь молоком. Знаете, это древняя пословица такая. Есть такая традиция в Индии, что если мыши, допустим, бегают в доме, надо пищу положить за пределами дома, и они в дом не полезут, потому что они лезут за пищей. Но это не наш случай, потому что у нас мыши за теплом в дом лезут, им пофига до пищи, а там в Индии нет холода, поэтому они лезут только за пищей. Пищу положил снаружи. И некоторые индусы по аналогии молоко ставят, потому что змеи любят молоко пить. Молоко ставят снаружи и думают, что змея в дом не полезет. И что происходит, когда он молоко ставит снаружи, если змея ядовитая? Она, когда касается молока, молоко становится ядовитым. И змея, яд змеи становится еще более смертельным. Ну то есть в этом говорят, не поите змею молоком. Вот ты когда человек изменил тебе, и ты с ним сюсю-пусю, ля-ля-ля, во-первых, ты сжигаешь себя как личность, то есть женщина обнимается, целуется, с мужем он изменил, она сгорает, ее психика сгорает, чувство собственного достоинства, когда у человека, который женщине дает красоту, мужчине силу, если чувство собственного достоинства опускается вниз, унижение это называется, оно опускается вниз, унижение у человека возникает. Он становится некрасивым, муж смотрит на тебя, ты некрасивая, и он дальше не хочет с тобой жить еще больше, потому что ты обнимаешь раскаленную плиту. Когда человек обнимается с человеком, который изменил, это все равно, что с раскаленной плитой обниматься, обжигает психику. Поэтому все это не приводит к никакому хорошему результату, и с ним сюсю-пусю он еще больше наглеет. У меня, я помню, в Москве на лекции был такой случай, две женщины одновременно рядом сидели, подняли руки у обоих из них, оба, у обоих одинаковый случай. Был в прошлом. Одна, муж, который изменил, она начала терпеть, прощать, и он начал изменять больше и бросил ее в конечном счете. Вторая, точно такой же случай, муж изменил, она начала ставить условия ему, близкие отношения закончила, по-доброму относилась, служилась ему, но на дистанцию. Он раскаялся и перестал изменять ее, и она сохранила себя. Ну то есть на этой стадии, когда только произошла измена, конфликт произошел, ты должен понять, во-первых, что это за конфликт. Вот, когда женщина видит перед собой измену, это значит, что она сама изменяла в прошлой жизни, где-то, может не в этой, может в этой даже. Вот. Человек, когда изменяет сам, он не придает этому значению. Как у меня был случай, один мужчина говорит, у меня жена изменила. И такой, у него такая боль на лице, вот, все, что правильно, Галина Геннадьевич, она изменила. Я говорю, ну вы же сами ей изменяйте, вот так улыбается, да. Сразу боль прошла, все нормально стало, лицо, морда масляная. Мы, когда сами что-то плохое делаем, мы не придаем значения. Когда близкий человек, мы прямо умираем от страданий. Поэтому нужно себя тоже оценить. Вот что-то происходит, близкий неправильно себя ведет, надо так трезво посмотреть на свои поступки, на свою жизнь, посмотреть, как ты себя вел. Это сильно помогает оценить, почему судьба тебя сейчас мучает близким человеком. Но если человек не изменил, он просто там общался, встречался, раскаялся, вообще нет проблем никаких, надо простить. Ну, то есть, другими словами, конфликт, когда происходит, оцени сначала, какая степень этого конфликта. Если с тобой имеет дело жестокая судьба, то ты все равно придется сражаться, понимаете. Жестокая судьба, она призывает к тому, что надо сражаться. Сражаться, я не говорю там с другой стороны, мы говорим сейчас о нашей жизни. Сражаться придется за свою честь прежде всего. Вот, допустим, муж изменяет. Сохрани честь, сохрани себя, значит, самое главное. И дистанция, ставь условия и пойми, что ты не поможешь семье, если будешь приближаться раньше времени человеку, если он не раскается. Все, это то, что надо делать. Но если ты будешь его ненавидеть, будешь орать на него за то, что он сделал, от этого ничего лучше не станет. Если ты считаешь причиной своих вообще всех страданий, все из-за тебя, вот все, что у меня в жизни плохо происходит, это все из-за тебя. У одних мужья лебедушки, у меня бедоносец, там, любовь и голубь, сама запилила мужика, он уже не знает, куда бежать. То тогда, соответственно, ты не справляешься с судьбой, конфликт не приносит тебе пользу. Он должен принести пользу, по идее. Но если ты считаешь причиной своей конфликта человека, а не свою судьбу, вот муж изменяет, кто виноват в этом? Оба. Виновата судьба, ты в прошлом что-то сделал не так, получил ответ. Муж виноват перед тобой. Он виноват перед Богом. И Бог с ним будет разбираться. Но тебе надо правильное поведение с ним сформировать. Вот что в чем главная твоя задача. Не считать себя там судьей, типа я его обвиняю, он там виноват, а ты сама что, лучше что ли? Вот. Надо на себя посмотреть сначала. Изменил. Типа, да, мы все одинаковые, живем дальше нормально. Будет разрушена семья, все. Дальше дистанция нужна. Дальше условия отношений нужны. Но если ты сохраняешь доброту в сердце, тогда ты сможешь победить конфликт. Конфликт, он на что прежде всего действует? Ваш ответ? Мужчина сейчас в конфликте находится. Вот что делает конфликт? Он ситуацию внешнюю усугубляет или нет? Усугубляет. Но самое главное, что он делает? Он внутри или снаружи работает больше всего? Внутри. И что он делает? Давайте посмотрим. Вот человека в обычном состоянии. Обычное состояние какое? Вот есть начальница, есть я. Я могу к ней по-доброму относиться или просто как бы деловые отношения. Или я ее уважаю или не очень. Но это в целом меня не трогает. Так приходит конфликт. Что дальше происходит? О, пошло. То есть внутри трогает. Давайте это примерно так на три стадии разделим. Первая стадия. Меня не трогает. Конфликт есть, меня не трогает. Ну не трогает, и ты не парься. Значит, это не такой опасный конфликт. Ну допустим, даже конфликт серьезный какой-то. Муж изменил, но меня не трогает. Значит, у тебя нормальная судьба идет. Ты можешь все правильно делать, делай все правильно. И все будет хороший результат. Теперь, ну или жена извинила. Потому что мужики уже на меня смотрят как козлы. Что мужчины во всем виноваты? Кстати, я недавно это, недавно такую классную мудрость народную прочитал. Сейчас с вами поделюсь. Биография жизни мужчин. Родился, побыл виноватым, умер. Потому что женщины – это лучшая половина человечества. Они всегда хорошие. А мужчины – худшие, поэтому всегда виноваты. Биография простая у мужчины. Родился, побыл виноватым, умер. Все. Вся биография. Вот. Понравилась мне. Итак, мы разбираем с вами состояние внутри человека, которое и является основой для того, что будет дальше. Три состояния в целом. Первое состояние – со мной нормально, ничего особо не происходит. Значит, что я не обращаю внимания на конфликт. Все, значит, у вас хорошо. Все идет хорошо. Значит, не так сильно судьба действует. Значит, можно с ней справиться. Второе состояние называется чувство несправедливости. Вот запомните, с этого начинается поражение человека в конфликте. Чувство несправедливости. Вот человек, допустим, боевые там искусства, знаете, морду друг к другу бьют. Вот хороший пример. Конфликт с самого начала. Люди вообще ничего плохого друг к другу не делали. Они встают в ринг и начинают друг друга дубасить прямо до смерти. Прямо жестко. Вот, ну, конфликт такой, да. Как в жизни тоже. Мы ничего плохого не делали. Судьба заставила нас махаться, да, дубаситься. Вот. Они дубасить друг друга до смерти. Вот я говорил со многими людьми, которые вот этим занимаются. И спрашивал их, когда вы чувствуете поражение? Ответ знаете какой? Когда я начинаю чувствовать обиду или злобу, с этого момента я приближаюсь к поражению. Вот как только пока я спокойно, ровно сражаюсь, тогда все нормально. Как только у меня пошла обида, значит, пишите письма, вы взволнованы. То есть, вот, значит, уже ты, то есть, первая стадия того, что тебя конфликт или злая судьба в оборот взяла, это чувство справедливости. И несправедливости. Несправедливости оттуда и справедливости отсюда. То есть, скотина, почему он меня не понимает? Я ему сейчас объясню. Вот. Когда у нас сердце колотится, чувство несправедливости, значит, первая стадия. И чувство справедливости или несправедливости, оно еще не означает, что ты точно уже проиграл в этой ситуации. Потому что чувство справедливости тебя подстрекает к следующей вещи, которая и решает вопрос. И следующая вещь, значит, называется злоба или ненависть. Это третья стадия, при которой человек уже с тормозов слетает. То есть, он уже не контролирует себя. Чувство справедливости означает, ты хочешь объяснить, доказать. То есть, конфликт из внутреннего состояния переходит во внешнее. Вот что такое скандал и конфликт, это одно и то же. Вот у вас с женой конфликт. Будет скандал или нет? Не обязательно. Может и не быть. Да? Если ты не выходишь из равновесия, тебя жена будет подстрекать или нет? Может. Она может обижаться, говорить, ты такой секунд, я пятый, десятый. А ты спокоен. Я спокоен в смертельном бою. Знаю встречи, встретишь любовью меня, чтобы со мной не случилось. Ну, то есть, я спокоен. Она... Вот он. Он в проруби купается, у него энергию спокойствия очень выражено. Потому что, в данном случае, энергия воды тратится в конфликте. То есть, человек падает в состояние чувствительности повыше, обидчивость у женщин, к невыливости у мужчин. Это означает, расходуется вот эта энергия спокойствия. Или, если говорить техническим языком, энергия невидимая, энергия воды, тонкая энергия воды. Расходуется, когда энергии воды много у человека. Поэтому мы и купаемся в проруби. Не то, чтобы мы показываем всем, какие мы крутые. А это накапливает чистую энергию воды. Вот энергия воды чистая, она холодная. Когда вода чуть-чуть разогревается, то это уже огонь примешивается. В 28 градусах тоже не чистая энергия воды. Поэтому воды мало в 28 градусах. Надо 70 минут сидеть в воде в 28 градусах, чтобы у тебя прочистилось все психическое тело. А в настоящей воде, холодной, без примесей огня, энергии огня, это там, вот сейчас, как примерно здесь в проруби, там 1-1,5 градуса, 4,5 минуты все психическое тело очищается. Чувствуете скорость чистки разная, наполнение энергии воды ускоряется. Это как бензоколонка разной скорости бывает. Бывает ускорен, и все, как бензин залит. Или так медленно сидишь, ждешь. И мужчина, допустим, такой весь сильный, спокойный, потому что у него много энергии спокойствия внутри. Жена истерит, он спокойный. То есть, конечно, внутреннее психофизическое состояние человека большую роль играет в возможности самообладания. Поэтому я говорю, ведите правильный образ жизни, иначе возможность самообладания снижается. Какой бы ты философски подкованный не был, надо там не ругаться с женой, а тебя как... И ты не можешь ничего сделать, потому что энергия воды кончилась, тебя раздирает, там жарит изнутри и все прочее. Поэтому иди в прорубь. Некоторые там колят дрова. Но лучше в прорубь. Сразу все успокаивается, нормально. Итак, сначала спокойствие. Конфликт есть, руганий нет. Потом следующая стадия. Тебя задело. Ты хочешь доказать правду. Это означает, что у тебя пошло истощение психическое, и конфликт тебя начал брать за жабры. И в это время, что происходит технически? Ты начинаешь считать причиной конфликта не судьбу, а вот человека, который перед собой стоит. И поэтому, доказав его, этому человеку, свою правду, ты думаешь, что ты сможешь избавиться от страдания, от конфликта. И вот это ловушка. Потому что у него точно такое же состояние. Он тоже считает, что ты неправ. У него тоже жжет сердце. Потому что судьба поджигает сердца двух людей сразу. И вы знаете, что бывает конфликт на пустом месте. То есть поругались, подрались из-за какой-то фигни. Потому что даже фигня может стать причиной раздоров, и судьба, она может зацепить за мелочь. Он обижен, я обижен, и мы начинаем с ним ругаться. Первая стадия — спокойствие. Есть конфликт, непонимание друг друга. Вторая стадия — чувство справедливости. Третья стадия — ненависть. Когда ненависть пришла, все, паковая ситуация. Человек себя не контролирует. Он делает глупости уже, вот говорим. Ненависть. Чувство правды дает шанс еще. Человек на чувстве правды еще может доказывать, отстаивать свои права. По-доброму может, если он культурно образован, он может по-доброму отставить правду. Но уже опасная ситуация. То есть уже он выходит из равновесия, человек. Что делать? Нужно всеми силами внутренними пытаться понять, что причиной ситуации является судьба. Это очень важно. Не никого не показывать пальцем. Вот судьба плохая пришла, начался конфликт. Человек неправ, но может быть и неправ в отношении к тебе. Может быть и неправ. Ну я как делаю, вот мы с женой там что-то пошла, искра. Я чувствую, что у меня есть сила, я как бы успокоился. Я считаю, что она не права. Ну прям уверен в этом. Думаю, блин, эти женщины вообще не всех достали уже. Вот. Своими истериками, чувствительностью своей вот этой повышенной вообще. Подхожу к жене, потому что я знаю, что надо делать. Я с позиции разума действую. Говорю, извини, я не прав. Она говорит, ты в лекциях говоришь, что ты это делаешь искусственно. Что ты себя не считаешь неправым, поэтому я тебя не извиняю. Мне подружки сказали, что говоришь на лекции. Я говорю, а сейчас я считаю себя неправым. А сам не считаю, обманываю. Вот она смотрит на меня, правда? Я говорю, да. Она говорит, ну ладно, извиняю. Извиняет меня и потом начинает рассказывать, какой я плохой мне. Она извинила и теперь как бы мне рассказывает, почему она обиделась, объясняет мне. И в этот момент я понимаю, в чём я не прав. Ну я понимаю, что по сути я прав, а женщина же суть не важна. Ей важны отношения. И она увидела в отношениях неправильное поведение. И вот женщины на поведение сильно реагируют, а мужчины на суть вещей. Женщине суть вещей не важна, и важна отношение к ней. Если отношения неправильные, она обижается. А суть вещей на втором месте для неё стоит. Главное это любовь, отношения. Поэтому мышление у мужчины и женщины разное. А я не понимаю, от чего она взбесилась. Но есть знания. Чувствуешь силы, иди извиняйся. Я вам рассказывал, да, анекдот про льва и львицу. Притча такая. Нет? Левца и львица сидят, такие, поссорились. Смотрят вперёд, такие, бордые животные. Львица говорит, ну чё извиняться будешь? Лев такой посмотрел, говорит, да, набираюсь мужества. Сейчас извинюсь. Она говорит, ну ладно, я жду. Такая сидит, и потом прошло время, говорит, ну ты чё, извиняться-то будешь? Он такой поворачивается, да, я буду. Ну извиняйся. Он такой поворачивается, говорит, прости, моя милая, что ты меня укусила. Извиняйся, молодец. То есть понял, что главное — это мир. И я извиняюсь жене, а потом только понимаю, в чём я перед ней неправа. Ну и я понимаю так же, что я не смогу ей объяснить, в чём она не права. Потому что придёт время, она сама поймёт. Если ты в это время, когда идёт конфликт, пытаешься свою правду доказать, это опять становится причиной новой витка конфликта. И так до бесконечности. Ты просто не трогаешь и понимаешь, что сегодня ты будешь понят, завтра будешь не понят, или наоборот, это не имеет сильно большого значения, мир или добрые отношения больше имеет значения. Потому что только в доброте можно друг друга понять. Доброта является матерью правдивости. Если доброты нет, то правду человек понять не может. Всё. Поэтому сначала доброта, добрые отношения, а потом придёт время, близкий человек поймёт тебя со временем. Вот такая тактика с начальника. Начало доброта, а потом всё остальное. По добрые отношения, выполнение своих обязанностей, а потом всё остальное уже. Но вы видите, что даже сейчас, если доброта придёт в ваше сердце, то вы всё равно чувствуете, что что-то не то. А что-то не то — это и есть судьба. И поэтому я говорю, вот надо принять, что судьба действует, и понять, что она вас мучает. И надо теперь понять, почему она действует. Почему вот всегда ли, когда приходит плохая судьба, начинается, наступает конфликт? Всегда? Нет. Если человек развился как личность, он через определённый экзамен прошёл, то судьба плохая пришла, а его не трогает, и никакого конфликта нет. Ни внутри, ни снаружи у него всё нормально. Почему? Потому что он свой экзамен уже сдал. Поэтому конфликт нужен только для того, чтобы человек развивался. Всё, другой причины нет. И если человек это знает, что конфликт для развития нужен, тогда разберись, а что от тебя хочет судьба вообще? Почему вот сейчас у тебя с этим человеком конфликт? Вот этим и занимайся, изучай эту тему. Каким тебе надо стать, чтобы конфликта не было? Ты скажешь, а он же не меняется, а это уже не твоё дело. Вот ты стань нормальным, конфликта не будет. А с ним судьба разберётся сама, может быть, не через тебя уже. Потому что, как китайцы говорят, как бы подожду, пока труп проплывёт, труп врага провёдёт по реке, да? Вот. Это самая классная тактика. Не ввязываться с ума в эти все разборки. Пускай он с кем-то другим решает вопрос без меня. Как и Высоцкий поёт. Кто раньше с ней был и тот, кто будет позже, пусть пробуют они, я лучше пережду. Вот. Ну, то есть, конфликт, если пошёл, то я лучше пережду. Это хорошая тактика. Вот. Итак, где легче избежать проблем? На стадии спокойствия или на стадии правды? На стадии спокойствия. А если человек на стадии правды находится, и он не может ничего с собой сделать, он его справедливость уничтожает, ему как лучше, оставаться на правде или на ненависть выходить? На правде, да? Лучше. А? Но он не может на спокойствие, у него правда его раздирают. А добежать в туалет? А? А добежать в туалет пока... Она шутку сейчас, шутку расскажет, что если муж пристаёт, и начался конфликт, надо сказать, извини, я хочу в туалет сейчас. А если не муж? А кто? Родители. Родители? Ну, вот смотрите, выше спокойствия, выше спокойствия стоит доброта. Доброта — это вообще сознание Бога, не человеческое сознание. Вот человек не может быть всегда добрым, когда приходит конфликт, он не может быть добрым, его раздирают внутри. Но если человек концентрируется на святости, на Боге, у него в сердце такое чувство доброты ко всем, и он не хочет в это во всём ввязываться. Это состояние называется отречение, и это очень крутое состояние. Это самое лучшее, но мы не можем это крутое состояние имитировать, понимаете? Человек вообще ничего в жизни не может имитировать. Потому что и вот именно доброта требуется от тебя, чтобы ты стал на этом уровне отношений выше. Доброта к родителям, вот они не врубаются в вашу жизнь. Пришло время, не смогут вас понять. Ну, относитесь с ним подобранно. А вы не можете. Вам хочется правды. Это значит, что вы не развитые. Идёт процесс развития, и вам придётся разрушать отношения с родителями. Это будет карой за ваше нежелание развиваться, а потом вы поймёте, раскаетесь, что всё так плохо, и начнёте учиться доброте. Или через конфликт, или через просто так. Ну, даже вот меня спрашивают, вот женщина спросила, как мне себя вести, когда муж воюет, в опасности находится. А вот меня также спрашивают и мужчины, которые в этой опасности находятся. Говорят, а как мне сохранить свою жизнь? Там тоже есть три состояния, потому что ты находишься в зоне жестокой судьбы. И там три состояния есть. Первое состояние — спокойствие невозможно. Это и теория просто. Потому что, когда летают пули, гранаты рвутся, и снаряды, человек не может быть спокойным. Есть три варианта всего. Доброта, чувство правды, которое тебя сжигает. И третье — ненависть. Доброта, возможно, когда ты сильно помнишь о Боге, о святости, молишься, и просто выполняешь свой долг. Вот как вы, некоторые имеют заблуждение, как вы думаете, добрый человек может быть смелым, храбрым, сражаться. Или только злость помогает в этом. Или ненависть. Или правда. Добрый может человек? Можем. Богатырь. Кто такой богатырь? Богатырь. Бога. Бога несет слово Бога. Да, тырь означает нести тырь. Потом слово поменялось. Раньше было нести слово. Богатырь означает несет всем Бога. То есть он показывает пример. Показывает пример, как надо себя вести. Нужно благородно относиться к врагу. Это во всех священных писаниях прописано, как воевать человек должен. Должен благородно относиться к врагу. Равеных не добивать, пленных не издеваться над ними, сражаться по правилам и так далее. Понимаете? Это означает доброта. Доброта не означает, я сижу, меня убивают. Вот. То есть человек выполняет свой долг в состоянии доброты, в сердце доброта. И доброту, доброте способствует любовь. Любовь. Даже к жене любовь. Она все равно божественная. Даже если жену человек любит, он все равно в божественном состоянии находится, у него доброта в сердце, и три стадии судьбы начинают побеждаться. Когда спокойствие в сердце, значит, ты будешь видеть смерть. Будешь ее чувствовать. Уже когда есть спокойствие в сердце, ты будешь чувствовать судьбу. Где опасность? Куда бежать? Куда не бежать? Пока спокойствие. Если спокойствия нет, этого чувствоваться не будет, потому что видение прошлого, и будущего, и настоящего находится в разуме человека. А разум — это вне судьбы. Это структура психическая, вне судьбы. И разум действует только, когда человек спокоен. Нет спокойствия — нет разума. Понятно? И спокойствие должно быть подкреплено силой какой-то изнутри, если человек находится в состоянии, когда его постоянно дербанит судьба. Вот когда человек воюет, когда началась война в Израиле, я был в Израиле. И я приехал туда, там Аш-Дот, это прямо возле сектора Газа. Мне нравится этот городок, он такой спокойный, тихий. Я там обычно селюсь, это 7 километров от сектора Газа. И я приехал туда, и купался в море, там я обычно отдыхаю, восстанавливаюсь. И я приехал, три дня там покупался, а потом у нас был ретрит, на котором я читал лекции, на Мертвом море. Я поехал на этот ретрит. Ну так совпало, обычно там не провожу ничего, но вот в этот раз так меня пригласили. Заранее запланировали. Я приехал на этот ретрит. И когда я с утра купался на Мертвом море, была тишина вокруг, все классно. А потом я из новостей узнал, что началась война, что начались обстрелы. А потом я увидел видео, начал все видео смотреть, что происходит. Увидел видео, как из буквально соседнего окна моего номера гостиничного, где я живу, из соседнего окна, в Ашдоди, были съемки на берегу моря, где ходили боевики и убивали людей. Вот так, из автомата просто жестко. Понимаете? И Бог меня уберег, Он меня увез из этого места как раз сзади. Ну, по-другому я не могу это объяснить, как так вот именно. И тоже по-другому не могу объяснить, почему я приперся именно в это время туда. Потому что я понял, что там моим друзьям всем нужна была помощь. И я в это время с ними проводил ретриты. И один раз такой интересный случай был, что я проводил ретрит онлайн, молитва была, и там тоже сидели люди, взрывтяне. Вот. И в это время там взорвалась возле больницы, что-то взрыв был, и погибли люди. И в отместку Хамас начал стрелять. Очень много выпустили ракет. И во время нашего ретрита это произошло. У нас было 6 бомбардировок в этом месте, где я находился, ретрит проводил. Это было там Решон-Нашкелон. Есть такой город, Решон-Решон-Решон. Вот так называется место. Вот. И 6 раз, короче, нас обстреливают за 3 часа. И один, короче. И я им говорю, идите в бомбоубежище всем. Они нет, говорят, мы с вами будем. А я решил молиться дальше. Я чувствую спокойствие. Чувствую. Ну, что уходить, все нормально будет. И один парень, молодой человек, там вылез в окно, короче, и заснял, как над нами ракеты сбивают, прямо в нашем доме. Вот это вот. Ну, те, кто, кто был на этом ретрите, когда взрывы были. Ну, вот. Я почувствовал, понял, что такое состояние войны. Невозможно, просто вот, спокойствия не бывает. Ты в состоянии войны находишься, спокойствия просто не бывает, потому что постоянное ощущение насилия. Даже когда нет бомбардировки, ты просто там находишься, в стране в это время. Все равно, постоянное ощущение насилия присутствует. Вот. И это я то, что я почувствовал. Также во время конфликта тоже не может быть полного спокойствия. Все равно есть ощущение насилия. Судьба так действует, она тебе дает вот это насилие в голове. Но именно вот это вот контакт с Богом, молитва, дает доброту в сердце. Доброта — это сила, которая нейтрализует чувство несправедливости. Когда насилие идет, всегда возникает чувство несправедливости. А память о Боге нейтрализует и возникает доброта в сердце. И вот она является основой для того, чтобы любой конфликт победить. Доброта в сердце. Но если ты уже не смог быть в доброте, тогда хотя бы ну как бы не соскакивай с чувства правды. Потому что люди, когда находятся в конфликте, они быстро из чувства правды незаметно выходят в чувство ненависти. И вот те, кто допустим, на войне солдаты, как у них там вообще происходит с точки зрения судьбы? И они с точки зрения боевых способностей стреляют там, с точки зрения судьбы. Если человек находится в состоянии доброты и выполняет свой долг, то он находится под защитой Бога, полной защитой. То есть он помнит о Боге, всем желает блага и выполняет свой долг. Под полной защитой Бога находится человек. У него нет двойственности в сердце, он не считает кого-то плохими, кого-то хорошими. Он просто выполняет свой долг. Доброта, возможно, из любви тоже. Давайте послушаем эту песенку, мы ее все знаем. Когда человек добрый, потому что он любит. И там-то в песне все описывается, как человек чувствует присутствие смерти, когда у него спокойно в сердце. Ощущение, когда человек не справляется с судьбой. Страх, скованность внутренняя, безысходность, вот это холодное ощущение холода такого, это значит не справляется, непреодолимая сила, которую человек не может повидеть. Но видите, он говорит, смерть не страшна, он ее не раз видел. То есть человек видит смерть, означает он сильнее смерти, он чувствует, смерть пугает, когда человек видит, она первое, что делает, пугает, он парализует его психику смерти. Невероятно, мама попадала в такую ситуацию, что она всей семьей, мама, папа и сестра ехали на Урал на машине, на встречку выехал КамАЗ, и они прям лоб в лоб вот так ехали, мама почувствовала скованность, холод, страх и чувство беззащитности, безысходности и ощущение, что она погибнет. прямо в эту секунду. Ну, это такая интересная история, это мой первый опыт в жизни, когда я молитвой столкнулся с этой ситуацией. То есть, я изучал, что такое молитва, мне было где-то 21-22 года, и я шёл в магазин, и во время этой ходьбы я почувствовал вот это ощущение холода внутри, почувствовал, что сейчас мои родственники погибнут. Но мне от природы Бог дал вот такую способность чувствовать судьбу. Вот. Я встал, перестал идти, начал молиться Богу. И где-то несколько минут, и потом я почувствовал спокойствие внутри и пошёл дальше. То мама рассказывала, мы синхронизировали, в одно и то же время это происходило. Она рассказывала, что навстречу КамАЗ выехал, и она почувствовала холод, вот непреодолимую силу, и потом они разъехались буквально несколько там миллиметров. Они в кювет свернули, КамАЗ тоже в кювет ехал, он не сворачивал, просто туда ехал, мой родитель заснул. И они разминулись, и они полетели, вот в этот кювет встали на четыре колеса там на обочине, там чуть-чуть был спуск у дороги, и потом дальше выехали и поехали дальше. Такая ситуация. Вот, видите, человек чувствует смерть, а он говорит, смерть не страшна. Почему не страшна? Потому что есть сила, которая защищает тебя, это сила верности, понимаете, верность родственников. Верная жена, знаете, может спокойно защитить мужа от смерти, вот она молится, но если она молится и изменяет, она может защитить, нет? Нет, это невозможно, у ней прерывается связь, и все, и божественная любовь, действие божественной энергии уже не действует, она не может уже дать защиту. Вот это верная связь, Бог, когда люди верны друг другу, Бог защищает людей, ему нравится верность, он защищает людей. Даже если люди не верят в Бог, они верны, он защищает их от смерти. Верность вот эта вот хранит, даёт силы победить судьбу. Это не самовнушение, это реальные энергии, силы, которые действуют. теперь возьмём ситуацию, когда человек не справился, ну, всякое бывает, знаете, ты увидел смерть своего друга, там, у тебя кровь скипела, там, его несправедливо убили, как-то нечестно, вот, кровь скипела у тебя, и ты из чувства правды, ну, чувства доброты вышел. Дальше что? Если ты потом войдёшь в состояние ненависти, ты будешь прикончен. Тебя точно убьют, это сто процентов. Там три состояния. Первое, состояние доброты, тебя Бог защищает. Если у тебя чувство правды, тебя защищают твои добрые дела. Вот, допустим, у чувства правды у одного человека, у другого чувство доброты. Кто победит вот в этом поединке? У кого чувство доброты, потому что он под защитой Бога находится. А если у него чувство правды внутри, то тогда победит из них тот, кто больше добрых дел дел. Вот два солдата побеждают тот, у кого больше добрых дел. Если у тебя меньше добрых дел, то ты, соответственно, погибнешь. А если он в ненависти находится, а ты в чувстве правды, он погибнет точно, а ты останешься жив. Понятно? Потому что ненависть означает, что ты под влиянием времени попал. Ну, допустим, два человека сражаются, человек вошел в состояние ненависти, все, он проиграет. Он ничего не контролирует, он не видит, у него нет концентрации, он ничего не соображает, он не видит, что происходит. Все. Он просто вышел из равновесия, как говорят. Понятно? Ладно, послушаем еще одну песенку, такую не очень приятную, но поучительную. И это песенка как раз из этой оперы, о чем мы говорим. Ну, то есть, когда человек в состоянии правды находится, то она на войне граничит с ненавистью, и человек должен выдержать, не перейти на ненависть, иначе все, капец, он проигрывает. То есть, все равно любовь спасает человека, даже когда он на грани ненависти находится, он говорит, я не хочу черной ненавистью жить. Да, ненависть меня захватила сейчас, но у меня любовь высушит слезы из глаз, и я смогу справиться с собой, понимаете, то есть, все равно, до последнего, когда даже ненависть захватил человек, он все равно должен жить любовью, понимаете, и тогда он может быть спасен, а если он живет ненавистью, тогда все, тогда он попадает в лапы судьбы и уничтожается. Поэтому, ну, в вашей ситуации, что это значит? Это значит, не идти, не выяснять отношения, потому что, когда ты идешь, для тебя кто, справедливость или ненависть захватывает в плен? Если справедливость, тогда ты ничего не делаешь, ты просто пытаешься объяснить, но обычно люди с обидой приходят, когда обида начинает действовать, человек ругается, значит, уже ненависть начинает действовать, и тогда конфликт заканчивается часто печально. когда начинается война, побеждает сильнейший. Кто сильнее, подчиненный или начальник? Я начальник, ты дурак, это знакомая формула всем. Поэтому ты с ненавистью пришел, получишь пинка и улетишь с работы. Итак, когда наступает конфликт, то человек должен пытаться сохранить свое сердце в доброте. и если не говорить там философским языком, а просто технически понять, что от меня хочет Бог, может быть, Он чего-то и хочет от вас, но мы сейчас не знаем вашей ситуации конкретной, и поэтому мы говорим просто о состоянии. Мы говорим, что если ты сердце в доброте сохраняешь, значит, ты сможешь сдать этот экзамен, и то, что Бог от тебя хочет, ты выполнишь. Если ты на правду вышел, начал правду матку гнуть, значит, тогда ты уже не сдаешь экзамен, но может быть ты выкарабкаешься, а может быть нет. Все зависит от того, насколько у тебя много благочестия внутри. А если ты в состояние ненависти пошел и решил наказать кого-то там, решил отстаивать свою правду жестоко, то есть ненависть это когда человек жестоко отстаивает свою правду. тоже правду чувствует, но жестоко ее отстаивает, не по-доброму отстаивает, тогда в этом случае он проиграет обязательно. Вот и все. То есть конфликт это обязательно однозначно значит и должен расти, причина конфликта. С добротой может быть? Правда с добротой и бывает, когда человек на правде находится он с добротой. Он идет правду доказывает, люди ругаются друг с другом, а ничего, если они орут, да ты скотина, это уже неправда, это ненависть. А если он, да ты знаешь, вот вообще я тебе хотел бы сказать, что на самом деле ты не очень хороший человек. Это правда с добротой свежая. По-доброму как бы обзывается. Вот это правда с добротой и она дает человека спасти возможно, потому что на этом уровне еще конфликт не вышел из равновесия. То есть люди как-то могут договариваться, там они выясняют, проясняют что-то. И это тоже неплохо, если два человека с добротой, понимаете? А если второй как бы глаза выпущил после того, как я, кто тогда? Я, если не очень хороший человек, тогда я кто? Кто? Говори правду. Редиска. Олег Геннадьевич, можно тебя не может попросить? Иногда бывает такое, что ты человека на место ставишь. Как отличить эту ситуацию, когда надо поставить человека на место? Потому что у меня сегодня она на правду и у меня получилась. Мне кажется, что вы сегодня про это не говорили. Это правда с добротой была? Да, очень много доброты, вот очень много доброты, ты можешь всех воспитывать, вообще всех ставить на место. Вот Олег Геннадьевич считает лекцию, у тебя правда с добротой. И ты моли Геннадьевич, дорогой наш, очень по-доброму, да вы вообще не понимаете ничего в этой теме. зачем вы как бы ее подняли? Ну нет, если совсем по-доброму, я такой да, да, точно. Я сразу признаю, если я тоже не вошел в правду. Ну то есть, конечно же, когда человек в очень большой доброте находится, он становится мудрецом и может вообще всем говорить правду. Есть такие люди, которые вообще могут всем правду говорить в глаза. Святые, это люди святые называются. Разок Суворов пришел к императрице, сел рядом с ней и у него на ее глазах между ног штаны порвались. Знаете зачем? Он специально так штаны одел, чтобы они порвались. Ну зачем он это сделал? это? Да? Он хотел, чтобы обмонгирование в армии поменяли. Ну как бы когда императрица видит твои кальсоны как бы не очень хорошая ситуация, но он готов был идти на все. Никак не мог это объяснить руководство, но когда он пришел и сел и у него между ног порвалось все, он сказал ой извините у нас вот такая форма, видите как мы завоем она начала разбираться потому что он по-доброму это сделал извинялся потом сильно вот и он добился свое он для правды действовал добился поменяли все бульнирование вот я его понимаю потому что я разок тоже не те штаны одел на лекцию и сел новые штаны классно новые штаны сел на лекцию и у меня сзади прям вот так посередине там маловато будет и все говорят пойдемте Олег Геннадьевич фотографироваться с нами я говорю а я попозже как бы вы выходите была интересная ситуация я старался не вставать до последнего вот я понимаю его да но если у тебя доброты хватает ты можешь кого хочешь на место поставить а если у тебя не хватает то ты не можешь вот у вас хватило значит доброты что не возбудился человек нет вы отзеркалили и чем закончилось человек признал да ну знаете у нас так бывает раз в полгода я показываю за полгода ну а он отзеркалил тоже или нет по-доброму да это значит он очень разумный гораздо разумнее чем вы я предполагала не ну а что тут понятно что если вы отзеркалили а он не отзеркалил значит он проглотил значит он разумный ну каждый человек имеет недостатки со стороны всегда лучше видно и вы за полгода раз в полгода вы ему как бы отзеркаливаете да вот я вот и спросила это считается как бы можно так с добротой на место поставить с добротой можно но если вы не с добротой поставили то нельзя вы вышли на состояние правды состояние правды вошли и вы попали в опасную ситуацию в жизни в которой ваша судьба находится в руках оппонента то есть он может вас наказать или помиловать он вас помиловал и вам повезло но в следующий раз если вы опять такое состояние возьмете и войдете то он может вам подарить весь мир ну потому что я лектор если я буду неуверенно читать лекцию вообще никто слушать не будет неуверенно неуверенно как неуверенно